Добрый вечер в прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в программе. Дополнительную амуницию закупила Карачаева Черкесия для мобилизованных. Груз в Северную Осетию Аланю сопровождал Ахмат Семенов. Какие насущные проблемы волнуют жителей Карачаева Черкесии? Председатель правительства республики Мурат Аргунов провел прием граждан. Традиционная осенняя продовольственная ярмарка. Что могли приобрести жители и по каким ценам, узнавал корреспондент Вестей Ахмат Халкечев. Учебный год начался, ремонтные работы продолжаются. Репортаж о буднях Карачаева Черкесского Исламского института имени Абу Канифа. Карачаева Черкесия подготовила дополнительные пункты временного размещения для граждан освобожденных территорий. Об этом сообщил сегодня глава республики Рашид Тимресов в своем телеграм-канале. Он отметил, что сегодня мы все объединились для того, чтобы обеспечить максимальную поддержку мирным жителям новых субъектов России. В Карачаево Черкесии созданы достойные условия проживания для 500 человек. Пункты временного проживания развернуты в гостиницах курортов Тиберды и Домбая. Учтено все – близость к школам, детским садам и медучреждениям, чтобы люди могли максимально удобно организовать свой быт. Сейчас все организационные вопросы решены, помещения готовы. Сотни комплектов одежды, обмундирования и лекарств доставлены мобилизованным от Карачаева Черкесии, которые сейчас находятся в военной части в Северной Осетии. Все необходимое было отправлено по поручению главы нашей республики Рашида Тимрезова. Подробности у Артура Мхце. По поручению главы республики мы приехали сюда посмотреть, как наши братья здесь живут. Посмотрели, привезли на поручение главу военства, подготовила, привезли вещи, обмундирования. Первый заместитель руководителя администрации главы Карачаева Черкесии Ахмат Семенов сопровождал мобилизованных от нашей республики военных в Северную Осетию, где они сейчас проходят дополнительную подготовку. Чуть позже для них был сформирован груз, который уже доставлен по назначению. Здесь есть всё, что может пригодиться тем, кто чуть позже примет участие в специальной операции. Привезли гуманитарную помощь, самые необходимые предметы для вашего удобства. Спальни, мешки, тактические рюкзаки, обувь тёплую, бельё нательное, много-много-много всего необходимого. Сегодня пришла амуниция, обмундирование, мобилизованным с Карачаева Черкесии от главы республики. Начиная от шапок, термобельё, футболки разные, наколенники, перчатки, даже дождевики есть, сапоги резиновые, берцы хорошие зимние, армата, спальный мешок, коврик. Дорогие родители, матеря, отцы, жёны, братья, сёстры, дети, не переживайте с вами, с вашими родными и близкими всё будет хорошо, вы воспитали настоящих мужчин. Многое из того, что доставлено военным, было произведено в нашей республике. Предприятия оперативно переформатировали производство и теперь вносят посильный вклад в общее дело. Спальные мешки, в которых должно быть комфортно даже при температуре до минус 30 градусов. Карематы, балаклавы, нижнее и термобельё, а также дождевики, тёплая обувь из натуральной кожи, лекарства и предметы личной гигиены. Это очередная централизованная помощь, оказанная нашим военным по поручению главы республики Рашида Тимрезова. Артур Мхце, Вести, Карачаево, Черкесия. В поддержку участников специальной военной операции пчеловоды Карачаево-Черкесии передали в штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» 150 килограммов мёда и травяной чай. Продукцию, собранную Республиканской ассоциацией пчеловодов во главе с Магомедом Абайхановым, отправят российским военнослужащим. Ранее также было отправлено 50 килограммов мёда. «Пусть наши бойцы укрепляют иммунитет», говорят пчеловоды. Напомню, с 29 сентября в Карачаево-Черкесии возобновилась всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Её штаб находится в Ресурсном центре развития добровольчества молодёжи по адресу Черкес, улица Интернациональная, 63А. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов провёл приём граждан. С просьбой о создании модельной библиотеки обратилась жительница Узжигутинского района Юлия Щербакова. Премьер-министр сообщил, что в рамках национального проекта «Культура Республика» отправлено три заявки, в том числе о создании модельной библиотеки в Узжигуте. Жительница Черкеска Супья Тагбаева пожаловалась на плохое состояние автодороги по улице Космодемьянской республиканской столицы. Этот участок дороги вместе с пешеходными тротуарами будет отремонтирован в 2023 году. Ещё два обращения касались строительства многофункциональной спортивной площадки в посёлке Правокубанский и проведения капитального ремонта школы номер 5 Карачаевска. Обе просьбы будут удовлетворены в следующем году. Также на встрече принято решение о содействии в улучшении жилищных условий одному из ветеранов боевых действий в Афганистане. Я провожу ежемесячно приёмы граждан, обращаются с разными проблемами. Это и социальные объекты, это и улучшение жилищных условий, это и объекты образования, объекты здравоохранения. В основном во всех программах федеральных мы участвуем для того, чтобы имелась возможность проводить и капитальные ремонты школ, и строительство объектов здравоохранения, коллеги достаточно качественно отрабатывают, это министерство и ведомство. Практически в те же годы, когда доводятся эти средства, всё реализуется в тот же период. Настало время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами дождь, в горах с мокрым снегом, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днём 14-19 градусов тепла и местами до плюс 12. В Черкесске ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7,9, а днём 16-18 градусов тепла. По низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждём вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. В минувшие выходные в Черкесске прошла традиционная республиканская осенняя продовольственная ярмарка. Главные задачи мероприятия – поддержка сельхозтоваропроизводителей в реализации собственной продукции, дав им возможность прямого выхода к своим потребителям, а также обеспечения населения продукцией повседневного потребления по доступным ценам. Ахмат Халкечев продолжит. В этом году традиционную осеннюю ярмарку республики приурочили вековому ювелирею образования Карачаева Черкесича. В принципе и объясняется особый размах мероприятия. Торговые ряды чуть ли не на целый день заняли весь центр республиканской столицы. Они расположились прямо на проезжей части проспекта Ленина, начиная с пересечения с улицы Умара-Алиева и до улицы Кавказской. Данная ярмарка завершает ярмарочный год, можно так его назвать. В этом году мы провели ряд ярмарок по всей территории Карачаева Черкесской республики, по всем населенным пунктам, районам по поручению главы. Мы решили эту ярмарку провести в центре города для населения, чтобы им удобно было добираться. Свою продукцию помимо хозяйств и предприятий нашей республики еще представили порядка 150 сельхоустоваропроизводителей практически со всех регионов Северокавказского федерального округа, а также Краснодарского края и Адыгеи. Цены, как и было заявлено, ниже рыночных на 15%, а по некоторым позициям и вовсе на 20%. Качество представленных продуктов и ценовую политику ярмарки контролировали организаторы и лично руководители профильных министерств республиканского правительства. На прилавках в широком ассортименте представлены прежде всего продукты массового потребления, такие как мясо, молочка, картошка, лук, сахар и многое другое. В то же время немало и кондитерской, текстильной и садово-огороднической продукции. Настроение прекрасно. Вот приехали с малышом, сразу просят АМ нам дать. Надо кормить, потому что везде все вкусно. Вот АМ он вам говорит, видите? А что-нибудь успели? Нет. А чем планируете закупаться? Овощи. Овощи на зиму. Капуста, картошка, свекла, мед, рыбы много. Яркая концертная программа с выступлениями артистов и художественных коллективов продолжала зазывать гостей и жителей республиканской столицы на торжеще и поддерживала праздничное настроение ярмарки. Карачаево-Черкесский исламский институт имени имама Абуханиф, один из самых старейших вузов на Северном Кавказе, образован в 1993 году и является негосударственным учреждением профессионального образования России. Подготовку и переподготовку квалифицированных кадров мусульманского духовенства и служителей мечетей, историков ислама и исламоведов-правоведов проводят здесь. Как начался учебный год в ВУЗе в репортаже Алладинаевой. Сегодня в стенах Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа особая праздничная атмосфера. В торжественной обстановке первокурсникам вручили студенческие билеты и зачетные книжки. Желающих получить исламское образование стало в разы больше. Когда я приехал, здесь количество студентов меньше 30 было во всем институте. В прошлом году мы приняли 40 человек. В этом году где-то 43 человека. Это уже два курса 80. Из них бывает в прошлом году. Были кого отчислили, которые не посещал, потому что у нас строго. Обучающихся больше, и поэтому занятия для первокурсников сейчас проводят в просторном и недавно отремонтированном актовом зале. Еще в январе это помещение выглядело вот так. А теперь здесь уютно и светло. Занятие сопровождает строительный шум. На сегодняшний день завершили ремонт во многих классах, библиотеке, столовой и не только. Масштабные работы ведутся и снаружи здания. Это отделка и замена кровли. Ее не планировали менять, но в один из ветреных дней крыша здания чуть не улетела и пришлось начать работу, рассказывает Мухаммад Хаджи Бачаев. В основном глобально, можно сказать, у нас крыша идет и внешняя отделка полностью, пока холода не наступили. Хотим, очень хотели бы, чтобы нам в этом оказали поддержку, наше население. Я очень благодарен тем, которые до сих пор помогают, не оглашая, кто они сами. И мы им говорим, если хотим, мы будем это оглашать, они категорически не хотят. Но, тем не менее, дай Аллах им здоровья, счастья, как в этом мире, на том свете. Кроме стен заменили буквально все. Электропроводку, водопровод, окна, двери, рассказывает ректор вуза. Он и прораб, и строитель, и снабженец. И все это делается благодаря жителям республики. А буквально вчера один человек приобрел батареи, чтобы заменить систему отопления института. Старые чугунные пришли в негодность, говорит ректор вуза. У нас своего бюджета нету. Нету планированных таких средств, которые мы можем раскидывать, растягивать и так далее. Все приходится делать самим, вплоть до зарплат. Сейчас, в данный момент, даже зарплата у нас, персонал состоит из 22 человек. У всех есть семьи, всем нужна зарплата. Без зарплаты никого не сможешь здесь заставить работать. Продолжаются здесь и внутренние отделочные работы. Выпускать грамотных имамов и богословов в задачи Исламского института. А создать комфортные условия для их обучения и проживания очень важно. Почему? Потому что это наше лицо. Ислам любит чистоту. Мусульманин, который учится в таких вузах, он должен ощущать себя комфортно. Условия должны быть. У нас всех есть дети. Мы сюда берем чужих детей. Они становятся тут как наши дети, родные. Точно так же и относимся, как к своим родным. И каждый шаг стараемся наблюдать, чтобы ничего неправильного не было. Но по воле Аллаха, думаю, и поддержки нашего населения, думаю, мы будем идти вперед. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске прошел чемпионат и первенство СКФО под Тхэквондо. Спортсмены из Карачаева-Черкесии заняли первое место в общекомандном зачете. Всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов всех возрастов из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставрополя и Карачаева-Черкесии. Нашу республику представили 80 тхэквондистов. Теперь сборная Карачаева-Черкесии готовится выступить на чемпионате России, который пройдет в Сочи в середине ноября. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Художник». Всего доброго!